Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами рисуем замечательную картину с лимонами. Хочу обратить ваше внимание на то, что этот видеоурок называется «Процесс написания картины». Это значит, что главный фокус у нас сегодня будет именно на холст с картиной, и чтобы всем было видно, как этот процесс написания состоится. В данном видео, в данном формате я не стала задействовать палитру, а наоборот весь фокус зрения обратила на рабочую поверхность холста. В данном случае я рисую на грунтованном ДСП, не использую холст на подрамнике. Вы можете использовать холст на подрамнике, холст на картоне, на арголите, просто грунтованный арголит. Из моих рекомендаций я бы все-таки не рекомендовала использовать холст на картоне, потому что картон выгибается в разные стороны, и он может испортить вам работу, которая, вполне возможно, может вам понравиться. Ее сюжет может быть интересным, и техника выполнения вас не разочарует, но качество материала может вас подвести. Чтобы этого не случилось, выбирайте материалы уже со знанием, с осознанностью на долговечность вашего продукта. Рисуем мы сегодня маслом. Как и всегда, здесь нет никакой уникальности. Мы пишем маслом. И, как всегда, я делаю имприматуру. Имприматура в переводе с итальянского означает первый слой краски. Цвет у меня сжженная сиена фирмы Ван Гог. Состояние колера акварельное. Это значит, что краску мы берем на кисточку. Я использую плоскую синтетику. В этот раз взяла небольшой размер. Обычно я использую там около 30 мм. Сейчас у меня было 10 см кисточка. Развожу растворителем с каплей льняного масла, чтобы был более густой колер. И состояние делаю как акварель и покрываю полностью нашу рабочую поверхность. В данном случае грунтованной ДСП. И для наброска я использую тот же самый цвет. Джона сиена фирмы Ван Гог. Взяла кисточку маленькую. Уже 2 мм у меня получается. Делаю линейный набросок. Ограничила немножечко холст. Сделала небольшую рамку, чтобы за эти линии у меня не выходил набросок. Потому что хочу сделать композицию, не выходящую за пределы холста. И здесь у меня уже колер густой, как акрил или гуашь. Если вы не работали никогда с маслом, то наверняка гуашью вы все пользовались в школе. Знаете, что это густой материал достаточно. Его можно, конечно, разводить неистово водой. Но чаще всего его используют достаточно пастозно. Мы тоже сейчас делаем такой уже пастозный колер. И ничего не должно у нас течь. В своих работах я использую синтетику плоскую. И пишу кисточками преимущественного большого размера. Единственное, что набросок делаю маленького. И, соответственно, вот тут у меня двоечка. И этой двойкой я работаю, делаю набросок. А той кисточкой, которой я делаю имприматуру, чаще всего она у меня больше. В этот раз у меня десятка. И этой десяткой я пользуюсь как ластиком. Если вдруг у меня с наброском что-то идет не так. Это вы можете наблюдать в работе сейчас на своих экранах. То, что я протираю как ластиком ненужные мне линии. Продолжение следует... 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 обучения и способов работы с маслом. Я использую работу по имприматуре. Собственно, что вы можете видеть? Это очень напоминает в принципе академический процесс обучения, потому что когда ты ходишь в художественную школу или учишься уже в каком-то учреждении образовательном, художественном институте, колледже, то соответственно учат сначала разбирать работу, сюжет по тону, дальше вносить туда цвет. Используется техника гризаль или сепи, то есть сначала ограниченная палитра идет в работе, только потом, когда уже с тонами становится более-менее понятно, то мы начинаем в нашу палитру вносить какие-то цвета. Здесь, собственно, именно такой процесс. Мы сначала начинаем работать в ограниченной палитре и затем уже вносим цвета в нашу работу. Единственное, что мы не разбираем всю работу по тонам. В принципе, по технике а-ля прима, которая идет такая академическая, конечно, сначала практически полностью разбирается по тону, где тень мы делаем темной этим цветом, в зависимости от тона, который мы выбрали. И дальше уже вносим цвет. Собственно, такой принцип работы у меня обозначен в моем курсе, который называется натюрмор для новичков. Там я рассказываю и про свои материалы и про композицию, цвет, тоновой разбор, и как вносить именно цвет в работу, когда сначала делаешь разбор по тону, а потом дальше вносишь цвет. Ну и, собственно, там еще рисуем натюрморт натуры. Очень интересно. Пишите мне на почту или в какой-то контакте соцсетей, которые наверняка вы знаете. Приобрести его можно в любое удобное для вас время. Продолжение следует... Так вот, я вам рассказала про способ, который использую сама, еще также знаком, кто писал маслом, техника подмалевка. И она как раз-таки уже сразу же делает разбор по цветам. То есть сначала делаешь цветовой разбор, потом начинаешь уже углублять, что к чему. Ну вот видите, я работаю по другой схеме. Такая отличительная черта. Сейчас один из любимых моих моментов. Я беру влажную салфетку. Это еще один атрибут моей живописи. Беру влажную салфетку и начинаю протирать светлые места в работе, которые потом будут светлыми по тону, яркими, да, скорее всего. Но здесь такой сюжет подразумевает. Вы можете также использовать салфетку, например, если совершенно не понравился характер вашего наброска, хочется что-то кардинально поменять, собственно, вы можете салфеточкой протереть. Тон немножечко останется, но при этом уже большого контраста по цвету у вас не будет, он уйдет. Продолжение следует... Начинаем добавлять с вами цвет. И я использую десятку кисточку, плоская синтетика, цвет кадмий с желтой средней. И начинаю его покрывать практически заливкой по нашему лимону, избегая места, которые я протерла салфеткой. И так я делаю с каждым лимоном поочереду. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Обращаю ваше внимание, что как я работаю с нанесением цвета в темные места. Видите, цвет смешивается с цветом имприматуры. И это мне как раз-таки на руку, потому что там, где тон темнее, даже вносят цвет, он все равно смешивается. И, так скажем, нам не нужно делать двойную работу, которая делается, если бы у вас был вообще белый холст. Продолжение следует... Тут в наш колер, помимо жены сиены, с желтого кадмия, с среднего, начинает еще прибавляться травяная зеленая. Мой любимый цвет из моей палитры, так скажем, которая, я имею в виду подборка постоянных цветов, которые я использую в каждой из своих работах, у меня несколько базовых цветов. Вот травяная зеленая, она входит как раз-таки в базовую мою, как девушки бы сказали, косметичку, базовый набор. Вот у меня палитра, мой такой сундучок с красками. Новый цвет, который мы вносим, кадмия, желтый, светлый. И мы его начинаем наносить на те места, которые мы протирали, подразумевая, что там будет оттенок гораздо светлее, чем основной цвет. Ну и вы видите, по тону он, конечно, отличается, он более яркий. Наношу цвет по форме нашего лимона. Получается очень красиво уже даже на этом этапе. Начинает выделяться форма, появляется объемчик. Также, видите, работаю с линией наброска, то есть я подрастушевываю вот эту вот границу между цветом линии наброска, что линия наброска начинает включаться. В наш замес, да, и очень красиво виден переход от линии наброска к цвету. Это такая живописность, которая, наверное, меня более всего очаровывает в работе с маслом. Продолжение следует... for. Продолжение следует... Продолжение следует... для тени мы используем помимо травяной краски в наш колер еще мы используем цвет фиолетовый да какой-то либо например как я у меня кармин тоже фирмы ван гог мне очень нравятся красные этой фирмы они очень хорошей консистенции мне приятно работать с этими красками и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И у нас получается более яркий цвет, который уже претендует на самый светлый оттенок на лимоне. Потому что лимон все-таки у нас не блестящий. То есть не в том смысле, что он совсем не блестит. Если его еще потереть, он, конечно, может даже и подфонить светом. Но здесь мы подчеркиваем его светлость такими маленькими мазками с белилами. А основную все-таки часть мы добавляем белил не так много. Белилы используют титановые. Фирма «Ладога». То же самое начинаем делать с другим лимоном. Та же самая последовательность, те же самые цвета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 красивый сочный оттенок для тени он изумителен можете его для меня меньше интенсивности смешать с камнем желтом среднем и вы получите интересный такой цвет который будет темный да но при этом богатый а Продолжение следует... 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 что вам нравится фактурность мазка и вообще движение мазка как так получается вот видите я работаю широкими кисточками даже там где ими работать не очень удобно я понимаю что вам может это не понравится поэтому попробуйте если хотите повторить многие рисуют и повторяют за мной в данный момент возьмите на маленькие промежутки маленькую кисточку но на большие отрезки да такие формы вашего пространства фона используйте большой кисточку чтобы ваши мазки были более красивыми и Продолжение следует... 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 Она у нас там кажется, что светлее многого, но если сравнить, то вот как раз таки по цвету фона, который мы сейчас используем, они в принципе монтируются вместе. И такую подложку, чтобы опять мы работали на лимоне от темного к светлому, я делаю вот этим цветом нашего фона. Потом буду, конечно, высветлять, создавать немножечко другой оттенок, но подложку я делаю эту. Потому что принцип в масле от темного к светлому применим очень часто, очень многие так работают. Единственное, наверное, мое отличие, то что я первым делом создаю цвет. То есть я сначала пишу каким-то определенным цветом, заливаю, потом начинаю создавать уже от темного к светлому. Конечно, я все равно, в принципе, никогда не впадаю от светлого к темному. И, наверное, в работе с маслом так делает мало кого, потому что светлая там сразу начинает вмешиваться в вашу палитру белила. Соответственно, они начинают дальше все паразитировать своим пигментом. И, конечно, работа теряет уже какую-то свою глубину, цветок теряет свою насыщенность. Ну, что, например, мне не очень нравится. Я работаю по другому принципу, собственно, который вы можете сейчас наблюдать, усвоить и применять в своих работах, если вам это подходит. Спасибо. 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 Здорово, что уже на этом этапе видно, как поверхность становится какой-то бархатной. Очень академично получается по характеру нанесения. Мне нравится такой результат, выглядит красиво. Даже если кому-то кажется, что где-то что-то не прописано, вот можно даже уже сейчас оставить. Обожаю видеопроцессы, потому что, когда, например, рисуешь, то можно зарисоваться, можно уйти куда-то не туда. Ну, а у вас, например, кто повторяет, да, кто сейчас пробует технику масла, можно всегда посмотреть, встать вперед и для себя решить, на каком этапе он больше хочет остановиться. Вот у меня, конечно, тоже работа, какие-то моменты уже останутся константой, какие-то я еще где-то внесу изменения. Вот сейчас, например, фон, он замечательный, мне он нравится, вот прям такой, как он есть. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...